Дневной разворот Дневной разворот стартует, сегодня четверг, у микрофона Светлана Занько и Александр Ассохин. Мне понравился Аминь в мечети. Мне кажется, вот как-то это... Слишком громко, было бы потише. Не буду, я не буду комментировать это. Добрый день, слушатели уважаемые. У нас дневной разворот в Кире стартует. И естественно, у нас два часа, и у нас две темы сегодня. Причем вторая тема, я понимаю, второй час у нас пойдет в момент, когда начнется прямая линия с Владимиром Путиным. И наши московские коллеги по этому поводу сейчас устроили целое шоу. Кто хотел, тот поучаствовал. И мы с Сашей подумали, что, наверное, те, кто захотят послушать Владимира Владимировича, они будут этим заниматься пристально. И конкретно смотреть телевизор, может быть, хвататься за телефоны, или уже люди не хватаются, а просто слушают и думают, кому повезет, кому не повезет в этот раз, кого услышат, кого не услышат в этот раз. Но вы будете слушать те, кто хотят. А мы поговорим о другом, о втором часе. Мы поговорим о культуре. Поговорим о культуре. Театр Наспасской презентовал зрителям резонансный спектакль в жанре контемпори, то есть актуальное искусство спектакль будет поставлен. Ну и у нас в гостях будет хореограф театра Ирина Брежнева. Поговорим об этом во втором часе. Да, но тем не менее, конечно же, прямую линию с Владимиром Владимировичем мы тоже будем разбирать, тоже будем освещать. Может быть, даже завтра это будет происходить. Но в течение долгого времени, нескольких недель, как минимум, будет к ней возвращаться. Так что, конечно же, она мимо нашего эфира не пройдет. В первом часе мы вот такой неожиданный финт ушами делаем сегодня. Да, тема, которая мимо нашего эфира несколько раз проходила, огромное количество раз проходила. И актуальность в принципе... Что значит мимо нашего эфира проходила? Через наш эфир. Через наш эфир проходила. А вот эта конкретная мима прошла пару раз на прошлой неделе, да? Вот на этой неделе буквально. Мы все время хватались. Мы хотели то сделать ее в понедельник, то во вторник. И вот в четверг дозрели. Все ближе к пятилетию, к круглой дате шли мы. 27 июня 2012 года было принято решение о переименовании четырех улиц города Кирова. Улица Большевиков стала улицей Казанской, Дрелевского – Спаской, Степана Халтурина – Пятницкой и Энгельса – Преображенской. Как это было, мы вспоминаем сегодня, действительно, пятилетие. А было это, я бы сказала, шумно и даже где-то грандиозно. Потому что было организовано настоящее общественное массовое обсуждение вопроса вообще, где мы, кто мы, как мы должны называться. И достаточно долго мы сегодня будем вспоминать, обсуждали, в том числе на сайте городадминистрации, в нашей студии, во всех СМИ. Мы подняли форумы, которые были посвящены этому вопросу. Это было такое серьезное обсуждение. Даже на федеральный уровень эта информация вышла. Но, в конце концов, после обращения депутата городской думы пятого созыва Антона Русских к Владимиру Быкову, а это произошло, между прочим, 13 июня, вот мы между двумя датами находимся, 27-го было вынесено решение. Ну, и изначально стоит отметить, что перед самим заседанием депутаты все-таки рассмотрели вопрос, а может быть и не надо рассматривать переименование, давайте, может быть, отложим на какой-то иной период. Но все-таки решили они голосовать, и большинство, три человека проголосовали против, остальные поддержали возвращение наименований исторических наименований Кировским улицам, четырем стоит отметить, что перед этим коммунисты суть времени проводили пикеты, однако склонить депутатов на свою сторону им не удалось. Ну, будем мы говорить и о последующих событиях, которые последовали после, о возможных переименованиях, потому что мы все помним, что чуть было еще четыре улицы не получили у нас историческое название, об этом, обо всем в первом часе. 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы, конечно же, вам предлагаем пообщаться, высказать свое мнение на эту тему, потому что нам интересно сейчас спустя пять лет прощупать аудиторию, понять, какие у вас настроения, к чему вы склонны. Наш сайт Ахакира.ру сейчас говорит, что большинство горожан, 73% тех, кто проголосовал на сайте, говорят, не нужно, не нужно возвращать старинные названия Кировским улицам. Однако 27 говорят, да. Вконтакте также на первом месте вариант не нужно, однако буквально 53%, однако 46% с небольшим за вариант нужно. Ну, пополам практически, да. Давайте голосовать, давайте высказываться, настало ли то самое время, может быть, снова поднять нужно этот вопрос. Тем более, что события, которые происходят в нашем области, в нашем городе, ничего же тут про область говорить, про город будем говорить, они наталкивают все-таки на эту мысль. Вот тут будет поставлен памятник Феликсу Эдмундовичу, например, между прочим. А у нас с вами еще не переименованы две улицы, которые в историческом своем, с исторической точки зрения, могли бы называться Бутырская и Острожная. Несимволично разве? Почему бы не вернуть? Ситуации подобные, истории подобные. Мокрая и Маклина, соответственно, да? Ну, мы перечислим еще улицы, которые у нас носят, так скажем, название советского периода и вопрос о переименовании, которых рассматривался. Давайте так, Саш, раз мы с нашими слушателями сейчас играем в эту игру, то мы и поиграем здесь тоже, в нашей студии. Вот давай спросим у нашего звукорежиссера сейчас, Дениса Князева. Денис, ты бы какую улицу переименовал, как считаешь? Что нужно в первую очередь? Маклина. Маклина. Значит, если мы Маклину вернем бывшее название, то это будет улица Бутырская. Поздравляю, Денис. Улица Бутырская. Или заменить все-таки название, как ты считаешь? Вообще новое, да? Какое? Фрукты, цветы. Фрукты, цветы. Прямо как ларех. Фрукты, цветы. Я уже говорила здесь, в этой студии, я все-таки за возвращение названия Монастырская набережная улица Горбачева. Но этот вопрос мы обсуждали недалее, как буквально там весной, да? И решили оставить улицу Горбачева в покое. А, Саша? Ну, я посмотрел перечень всех улиц, и какие из них более исторические, какие из них более звучащие, красивые. Мне нравится очень улица Успенская. Сейчас это улица Урицкого. И стоит отметить, что вот в 2012 году в июне было принято решение о переименовании четырех улиц. В конце года поднялся вопрос о еще переименовании четырех улиц. Это улица Мопра, Дериндяева, Володарского и как раз-таки Урицкого. Их предлагали переименовать в Успенскую, Никитскую, Всехсвятскую и Острожную. Тогда суть времени собирали подписи против, проводили акцию протеста в тот момент, когда принималось решение у стен городской администрации. Ну и в итоге депутаты решили, что не стоит пока что переименовывать. Остановились на коротком списке. Однако на этом не остановилась история. Затем на сайте администрации появились документы с этого решения, где было совершенно иное решение. Потом депутаты переголосовывали. Ну, в общем, осталось... Осторожные у нас депутаты. Осторожные. Не осторожные, а осторожные депутаты. 211-101. Пожалуйста, звоните, голосуйте. Имеет ли смысл сейчас снова поднимать этот вопрос? Хотели бы вы, чтобы о наименовании наших улиц зазвучали историческими какими-то своими красками? Или, может быть, действительно, вот как Денис Князев у нас говорит, давайте называть вообще по-новому. Чтобы никому не обидно было. И там раскрасим наш город не просто там подымку, а какими-то цветочными, фруктовыми названиями. И даже где-то тут в перерыве мы обсуждали, но, в конце концов, господа Васнецовы вообще никак не обозначены в городе ярко. Да, лобовиков и огромное количество известных... Детелей культуры. Детелей культуры, да. Которые не привязаны, в общем-то... К политике. К политике, да. К каким-то веяниям. 211-101. Звоните, мы принимаем ваши звонки. Ну, и мне интересно также мнение жителей тех улиц, которые были переименованы. Да, вам комфортно сейчас жить с этими наименованиями? И пострадали вы как-то? Вот пять лет назад, ты же помнишь, самый главный вопрос был. Нам придется платить много денег, менять документы, та-та-та-та-та-та-та. Вот, испуганные граждане носили даже листы, подписанные целыми тысячами, подписывались против переименования. И власти говорили, что никаких в дальнейшем последствий у них не будет. Не обязательно менять документы, это все по вашему желанию. Так и случилось, расскажите нам. Да, но на самом деле спустя какое-то время, например, заявили, что для БТИ необходимо будет менять документы. Так что все неоднозначно. Ну, как было, да. Надо узнать у очевидцев. После перерыва, через одну минуту, 211-101. Мы уже в студии, снова в эфире. То есть мы были в студии, снова в эфире. Александр Рассохин, Светлана Занько. Тема «Мы празднуем пятилетие» или, не знаю, отмечаем, не празднуем. А то сейчас нас опять привлекут, скажут, что мы с тобой... Да, разжигаем здесь. Пять лет назад четырем Кировским улицам вернули исторические названия. Пора ли снова поднимать этот вопрос? Мы у вас спрашиваем, как вы себя чувствуете, что вы думаете. Ну и еще просим тех, кто как раз на этих самых улицах переименованных жил и живет, рассказать, пострадали ли вы как-то от этого переименования или, наоборот, что-то приобрели. Напоминаю, речь идет об улицах большевиков, которые нынче. Улица Казанская в 2012 году как раз их переименовали. Дрилевская улица Спасская, Степана Халтурина Пятницкая и Энгельса улица Преображенская. Прямо сейчас мы будем набирать экспертов, которые расскажут о своем отношении к этому вопросу. И вот сейчас мы ожидаем, что на связь с нами выйдет Василий Киселев, глава администрации города Кирова с 1997 по 2007 год. Да, но не можем мы до него дозвониться. На линии зато у нас историк, один из авторов проекта «Пешком поведки» Антон Касанов. Алло, здравствуйте. Добрый день. Антон, вот пять лет назад, если я не ошибаюсь, вы говорили, что переименование, в общем-то, необязательное, необязательный процесс. Поправьте мне, если это не так. Ну, мне сложно сказать, потому что прошло уже пять лет, и я так с трудом припоминаю, что я тогда говорил, на самом деле. Поэтому, Александр, вы сейчас поздно разключаете. Это достаточно интересно. Сейчас, сейчас вы считаете, что необходимо возвращаться к вопросу переименований? На самом деле, это сложный вопрос, и на него невозможно ответить однозначно, нужно это или не нужно. В текущий момент все-таки ситуация сложная достаточно в регионе, в городе, социально-экономическая. То есть, всегда нужно расставлять какие-то приоритеты, и символические действия зачастую, они не всегда вот именно оправданы, именно в текущей какой-то конъюнктуре. Но, в любом случае, я считаю, что такие вопросы нужно решать путем референдумов, опросов среди населения. То есть, мне кажется, что самым громадным решением было бы то, чтобы жители конкретно какой-то улицы, они уже сами решали судьбу ее. То есть, чтобы не политики какие-то решали это, не какие-то посторонние, скажем так, люди, которые, может быть, мало имеют отношения к этой территории, а вот сами жители. Потому что, зачастую, их мнение не всегда, ведь, усчитывается в таких вопросах, как символических, там, также в градостроительных, например. Вот, когда шел весь процесс переименования, одним из стимулов было, что нужно вернуть историческое название, историческая справедливость, и, возможно, и отношение горожан к этим улицам изменится из-за, возможно, ассоциаций с прошлым. Вот вы проводите свои прогулки, и видите ли вы, может быть, какое-то изменение горожан к пространству, к этим улицам, которые изменили свое название? Ну, на самом деле, это сложный вопрос, потому что он для каждого индивидуален, и интересно, конечно, проследить за тем, как вообще люди на все это реагируют. Потому что, например, я, помню, проводил ряд экскурсий, и мне специально было интересно, я спрашивал, вот мы с вами там едем, или идем по улице Орловской. Вы помните, как она называлась раньше, да, в советской период времени? И люди даже уже достаточно взрослые, они путаются, то ли большевиков, то ли коммунистическое, да, то есть, на самом деле, быстро ведь забывается-то все это, хотя это тоже такой пласт истории. А в плане отношения, ну, к улице, мне кажется, что название играет ли роль, это сложный вопрос, там, такой психологический. Но для развитого человека, для интеллектуального, для думающего, для человека, который любит свой город, по сути дела, это неопределяющий фактор. То есть, просто, если ты здесь живешь, так ты должен, априори, относиться к этому хорошо, и ухаживать за этой территорией, и пытаться каким-то образом делать так, чтобы она стала лучше. Влияет ли название улицы на все это? Вот, ну, это сложный вопрос, это нужно, мне кажется, задавать психологам, потому что здесь ситуация такая неоднозначная. Вот тогда, пять лет назад, переименовывались как раз улицы, там, советские названия отметались, вспоминались старые, там, большевиков на Казанского. Сейчас такое ощущение, что спустя пять лет у нас как раз возврат наоборот к другому, к этому периоду, к большевистскому периоду, к сталинскому периоду. Недавно вы сами писали о таком факте, как предстоящая установка памятника Феликсу Дзержинскому. Вот такая смена настроений, она очевидна уже сейчас? Вы видите, что тренд меняется? Ну, это тоже сложно сказать, потому что, ну, с одной стороны, понятно, что есть разное настроение в обществе, это вполне логично. В принципе, наверное, есть какие-то такие консервативные, просоветские настроения, есть наоборот, да, такие. И проблема в том, что у нас социология очень плохо развита, то есть у нас нет специалистов, которые бы четко замерили все эти тренды, все эти движения, человеческие мысли и смогли бы сформировать какую-то вот конкретную повестку, какое-то исследование. У нас, к сожалению, это не делается, и поэтому я много раз говорил о том, что у нас сами кировчане, ветчане, они толком не знают себя. Вот в чем проблема. Соответственно, если они не знают, не знают и власть, то есть, поэтому возникает определенная проблема, как вот сейчас, когда общество буквально разделилось на тех, кто считает, что там памятник Дзержинскому это хорошо и правильно, а на тех, кто говорит, что это неправильно, что это не нужно делать сейчас. Тут вопрос еще возникает в том, а нужно ли вот в данный момент вообще вот проводить эту линию водораздела, что может быть не совсем время подходящее, но, опять же, это тоже вопрос совершенно непростой. Но то, что есть разное настроение, это да, это само собой, конечно, и даже если вот посмотреть, я вот, знаете, я подписан в Одноклассниках на группу, посвященную прошлому города Кирова, где люди, ну, взрослые, весьма солидного возраста, выкладывают фотографии из своего детства, и, вы знаете, там настолько сильные ностальгические впечатления и эмоции, что это иногда даже вот так вот поражает. Поэтому есть разное настроение. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Антон Косанов, историк, один из авторов проекта «Пешком по вятке». Я, кстати, тут заметила, что в последнее время улицу Романа Ердякова не только все чаще, а вообще практически в абсолюте называют кирпичкой. И связано это с ямами, засыпанными кирпичом, который тает в этих ямах кирпичка, а на кирпичке и осталось, например. Ну, не стоит забывать, кстати, что вопрос переименования и недавно поднимался, в том числе как раз улица Горбачева, про которую ты, Светлана, говорила. Совет по Томониме рассматривал вопрос о переименовании улицы Горбачева в честь министра путей сообщения Российской империи Михаила Хилкова. Или Хилкова, когда? Хилкова же. По-моему, Хилкова, да, уточняли. У нас был эфир по этому поводу. Выступили с предложением кировские ветераны железной дороги. Вот это обоснованное было предложение, между прочим. Да, но решили опять же, что вот давайте подождем, не сейчас. И, кстати, тогда выступал с инициативой депутат Алексей Кузьмин, что возможно именем Хилкова назвать улицу Деповскую. А Горбачева пусть продолжит называться улицей Горбачева. У нас есть эксперт на линии. Да, сейчас у нас на линии Василий Киселев, глава администрации города Кирова с 1997 по 2007 годы. Василий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В общем и целом к переименованию сразу же тогда определим, как вы относитесь к вопросу переименований улиц. Вы знаете, я категорический противник переименований и города, и улиц нашего города. Вот смотрите, вот сейчас у нас образовались улицы Казанская, Спасская, Преображенская. Это же церковное название. Вы знаете, вот если верить словам нашего земляка Андрея Угланова, у нас сегодня всего 6% верующих людей в стране. И вот церкви мы делаем, по-моему, медвежью услугу. Если город Киров сегодня многонациональный город, и мы пытаемся переименовать вот эти улицы, ну, это в честь вот этих святых, всех этих икон, ну, по-моему, это неправильно. Потом, ведь это стоит огромных денег. Поверьте мне, как кандидату экономических наук, это стоит огромных денег. А сегодня бюджет области, бюджет города дефицитный. Бюджет области не просто дефицитный, а долги области составляют примерно столько, сколько доходная часть. Что мы делаем? — Василий Алексеевич, вопрос такой. Мы сейчас не зря говорим о переименовании, а не возвращении исторических названий. В принципе, вообще то, как называется улица нашего города, как мы звучим, да, как мы ассоциируемся, как мы относимся к этому городу, вас удовлетворяет? Вот у нас тут есть предложение, что мало названий улиц и каких-то там скверов и площадей, связанных с деятелями культуры, науки, может быть, природные какие-то мотивы? — Понимаете, я еще раз повторю, что все это стоит переименование, стоит огромных денег. Если вам кто-то говорит, что это делается за бесплатно, за так делают, это не так. Это совершенно не так, поверьте. Значит, у нас сегодня, по-моему, значит, я не знаю, я категорический противник. У нас в свое время, значит, был референдум, был референдум, и все сказали, что город Киров, пусть он останется городом Кировом, потому что... — Ну, не все сказали, большая часть людей, но там очень близкие были цифры, не все сказали. — Нет, не все сказали, вы абсолютно правы. Значит, больше 400 лет город назвал Хлынов. Значит, около 150 лет назывался Вятка, и 80 лет назывался Киров. Значит, какое историческое название, наверное, Хлынов? — Да, Василий Алексеевич, мы поняли. То есть вы считаете, что вообще не нужно поднимать вопрос ни о возвращении, ни о переименовании, а нужно вот двигаться просто. Появляется новая улица, вот ей новое название, все остальные сохраняются. Правильно я вас поняла? — Вы знаете, вот Владимиру Владимировичу Путину, мы сейчас все ждем его выступления, да? — Ну, не все, кто-то не ждет. — Значит, пусть мы здесь не все. Значит, я жду, по крайней мере. Так вот, ему два года назад задали вопрос, может быть, о переименовании, как вы относитесь к переименованию. Он сказал, примерно, таким образом, что, ребята, давайте мы эту страницу перевернем, и не будем ничего трогать. Потому что, понимаете, вот у меня очень много было разговоров с нашим владыкой христианством. Вот он говорит, что вот, когда он повесил икону, значит, царя Николая II и, значит, всей его семьи, я говорю, да зачем ты так делаешь-то? Он говорит, коммунисты его расстреляли. На него не расстрелили коммунисты. Вот сейчас интернет, вы откроете интернет, и вы найдете, что Косыгин, Алексей Николаевич Косыгин, это сын, это сын Алексея Второго. — Да, 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 Василий Алексеевич, далеко сейчас так уйдем. Но, однако, вот вы хорошо коммунистов-то вспомнили. Вы как относитесь, вот раз уж мы так зашли на эту тему, как относитесь к тому, что у нас будет воздвигнут памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому? — Вы знаете, я отношусь к этому только положительно, потому что, вот вы понимаете, я был на Соловках, я долго, вы знаете, служил в Архангельске, значит, я был на Соловках и по долгу службы, и вот два года назад внука возил, значит, все говорят, что вот там зверствовали, значит, охранники убивали людей, я спрашиваю, а где кладбища? Может быть, поклониться этим людям? А их кладбищ нет? — Каких кладбищ? Тех, кого убивали или тех, кто? — Да, кладбищ, кого убивали, есть нет. — А вы знаете, как их захоранивали? — Не знаю, как их захоранивали. — Ну вот надо полюбопытствовать, может быть, Василий Сергеевич. — Нет, понимаете, дело в том, что я задал вопрос к Соловках, я там был на Соловках, я был, наверное, раз в шесть лет. — То есть все неправда? Не зверствовали, не убивали, не репрессировали, не было этого? — Нет, а вы знаете, дело в том, что мы как-то сегодня относимся к террористам? — Мы их просто убивали, но ничего. И там были те самые террористы. — Неужели у нас были сотни тысяч и миллионы наших сограждан-террористов? — Ну мы сейчас уходим в другую тему совершенно. — Мы поняли вашу позицию, Василий Киселев, глава администрации города Кирова с 1997 по 2007 год. Ну вот это отдельный вопрос, на самом деле. Видишь, какое, Саша, отношение? — Это просто показательно, что в нашем городе огромное количество мнений на историю и на настоящее, и на будущее. Нужно ли что-то менять или не нужно? — Одно очевидно, что Владимиру Владимировичу задавать вопросы о том, как он относится к перенаванию, уже не имеет смысла. Он уже ответил, они не любят повторяться. Ответил и все. — Ну и заметно, что за последние пять лет все равно вопрос-то, наверное, он слегка спал. Вся острота вопроса меньше стала. Разговоров в общественном пространстве вот здесь вот разве только что про Горбачева неожиданно как-то вспомнили железнодорожники? — С другой стороны, вот тут показательно, что сказал Василий Алексеевич. Он говорит, что не было. Не было этих сотен погибших. — Мне интересно, на самом деле, лет через 20 какое будет отношение к этому. И что, мы поставим сейчас памятник Дзержинского, и потом найдутся люди, которые будут говорить, а давайте снова ее снесем. — Конечно, запросто. — 211-101. Слушатели, давайте вернемся все-таки с темы памятника Дзержинскому к теме переименования, либо возвращения исторических названий. — Может быть, это начало как раз. Понимаешь? Памятник Дзержинскому положит начало. — Да. Давайте. Через 2 минуты. 211-101. Ваше мнение. — Пять лет назад четырем Кировским улицам вернули историческое название. Как за это время изменилось, может быть, отношение, ваше отношение к этим городским местам, этим городским зонам? Нужно ли сейчас возвращаться к вопросу переименования, либо возвращения исторических названий? — 211-101. Ждем мы ваших звонков. Я нашел, кстати, интересную новость за 2012 год. Вот тогда действительно остро поднимался, активно обсуждался вопрос возвращения, переименований. В том числе казаки предлагали переименовать улицу Профсоюзную. Вот, если я не ошибаюсь, улица Профсоюзная носила историческое название Луковицкая. — Да, потому что там был Луковицкий овраг, ты помнишь? — Да, а казаки предлагали Профсоюзную переименовать улицу Ермака Тимофеевича и улицу Молодой Гвардии в Донскую. — Что красиво. — Да. Также в 2015 году в Кирове заявляли, что может появиться улица Молотова. С инициативой выходил депутат городской думы, ныне депутат УЗС Павел Дорофеев. — Ну, понятно, что у нас улица Молотова, если я не ошибаюсь, раньше носила... Ну, точнее, дом, где проживал Молотов, это сейчас улица Орловская. Вот он предлагал его переименовать улицу Молотова. Но также поддержки этой инициативы не нашла. — У нас слушатель сейчас на линии. Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Представьтесь, пожалуйста. — Меня зовут Игорь. — Слушаем вас. Ваше мнение. — Значит, мое мнение, что улицы нужно возвращать первоначально исторические названия. Объясню причину. Во-первых, с точки зрения тех вопросов, которые возникают. Могу сказать, у меня было имущество на улице Дорелевского. Недавно я его продал, где-то полгода назад. — Могу сказать, что в связи с переименованием в улицу Спасково никаких проблем не было. Абсолютно. — Спасибо вам, что вы позвонили и рассказали, наконец. — Вот. Дальше. Вот у меня есть квартира на улице Урицкого. Мне очень не нравится это название, и я хочу, чтобы вернулось первоначально название. — Вот. Вы готовы, да? Улица Урицкого, Успенская могла быть. — Правильно сказал, что вот те жители улиц должны принимать, наверное, решение непосредственно, стоит переименовывать или не стоит. — Ну вот, а Василий Алексеевич Коселев, глава администрации города в прошлом, он говорит, что это вопрос экономический и который требует больших затрат. И сейчас, особенно сейчас, там, непростые времена. — Цифры никто не приводил, на самом деле. — Ну, об этом говорили и раньше, на самом деле. То есть это не бесплатные переименования. — За счет бизнесменов в пояснительной записке сказано 2012 года. — Ну, тем не менее, тем не менее. Сейчас вы считаете, что вопрос экономии здесь стоит рассматривать вообще даже? — Ну, я могу сказать, что вот по улице Урицкого и Спасково конкретный вопрос. То есть я так понял, что затраты были только на табличке. Что касается судов, договоров, перехода права собственности, никаких затрат не было дополнительных. — Никаких затрат не было дополнительных. И вы за то, чтобы вернуть исторические названия. Спасибо. — Ну, по крайней мере, улицу Урицкого мне бы хотелось, потому что у меня там находятся квартиры. — Это важно. Вы на ней живете, да. Понятно. Спасибо большое. 211-101 тоже. Я вот тоже за свою улицу. Горбачево в Монастырскую набережную. 211-101, пожалуйста, звоните. Вы как относитесь к этому вопросу? Хотите ли вы, чтобы в вашей улице вернули историческое название? Может быть, вообще переименовали? Или нет? 211-101. — Как вы помните, вот автор и инициатор всех этих переименований в 2012 году был депутат фракции «Справедливая Россия», в то время в городской думе Антон Русских. И после всех событий, когда в начале 2013 года не удалось вернуть историческое название еще четырем улицам, он заявил, что новая кампания по переименованию начнется в 2015 году. Но вот как-то не началась она. — Так, у нас есть телефонный звонок? — У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Я вас долго не извиню. — Да, Мария Ивановна, доброе время. — Да-да. Я вот что хотела сказать. Вопрос очень сложный. Понимаете? И дело в том, что у нас контингенты в городе, в основном все из районов Кировской области. И потом много приезжих. Поэтому вот с кем вот разговариваешь, они говорят, мы хотим, чтобы Киров остался. Ну, понятно, они приехали оттуда, я их понимаю. — А вы лично как относитесь к этому вопросу? — Очень сложный вопрос. — Вы-то что думаете, Мария Ивановна? — Ну, я считаю, конечно, надо переименовывать. Но дело в том, что, конечно, надо спрашивать жителей, кто в этом районе живет. — Мария Ивановна, вы на какой улице живете? — Я на набережной Агрина. — Нравится набережная? — То есть ее не надо переименовывать? — Ну, а зачем? — Ну, а историческое название у набережной Грина, если я не ошибаюсь? — Подпятницкая набережная. — Подпятницкая набережная. — Ну, тоже неплохо. — Тоже неплохо. В общем, это и другое хорошо. Да, мы вас поняли, мы вас поняли, что обязательно при обсуждении, конечно же, с людьми, которые живут прежде всего на этой улице. — Вот у нас слушатель говорил по поводу того, что это не требует каких-то там... Ну, то, что это уже не экономически... — Он не пострадал никак. — Да, и то, что это, наверное, не экономический вопрос. Точнее, вопрос экономии здесь не очень затрагивается. Вот, например, Алексей Дурновов, ведущий радиостанции «Эхо Москвы», был у нас в 2014 году в этой студии. И в том числе вопрос переименования города тогда рассматривался. — Активно обсуждали. — Да, и он заявил, что время массовых переименований в стране прошло. Если это название не наносит морального ущерба жителям, а вот здесь вопрос... — Наносит ли вам моральный ущерб? — Имеет ли смысл тратить огромные деньги на переименование? Потому что вопрос экономический сейчас. Если когда была кампания и всему возвращали историческое название, вы этого не сделали, то дальше это уже экономический вопрос. — Да, может быть, может быть. Мы примем сейчас еще один телефонный звонок и узнаем мнение нашего слушателя. Алло. — Добрый день. — Здрасте. Представьтесь, пожалуйста. — Идет ажиотаж уже давно. — Представьтесь, пожалуйста. Алло. — Насчет переименования города. — Как вас зовут? — Таисия Петровна. — Таисия Петровна. — Мое мнение такое, и многих наших жителей, что переименовывать надо согласованно с народом, а не заниматься самодеятельностью. Что навязывает это нам переименование, неизвестно. И мы против переименований. — Ну вот... — Должен лицать народ. Референдум. — Должно быть все по закону. — Понятно в этой части. — Не надо лукавить, потому что не первый год идет уже. — Да. А вы на какой живете улице? — А мы живем. — Называется ваша улица. — На переименованной. — Это какая улица? — Которую не помню, не хочу называть даже. — Ну а как называлась раньше? Давайте вспомним название. — Казанская. — То есть вот она сейчас Казанская. А была большевиков. Вас не устраивает, что вернули название Казанская? — Я не про это, что не устраивает. Я считаю, что должен решать народ. Мало ли кого, что устраивает. — Ну вы же тоже народ. — Вопрос. — Правильное население должно... Вот, референдум должны собраться люди и решать каждый по своей улице. — Верно. — Отдельно. — Это вы подтверждаете слова слушателей, которые до вас тоже позвонили. — Да я и Киселеву согласна. — И Киселеву. — Я совсем не знаю, кто против переименования. — Таис Петровна, нас вот сейчас, мы вас поняли, нас вот сейчас конкретный вопрос волнует. Вам нравится, что вы живете на улице Казанской? Или вы предпочли бы остаться на улице большевиков? — Я не знаю, что такое Казанская. Я выросла на этой улице. — На этой какой? — На Брежней улице. — На большевиков. — Это Казанская. И многие не знают эти Казанские. Молодежь путается, спрашивают, а где это, а что это. Тридцатилетние спрашивают. Причем тут пожилые, возраст и старые там все такое там ворошить. Это все ни к чему не ведет. И вообще это с какой целью делается, непонятно. — Оставить все как есть и не трогать. — Ну а зачем это делается? Вот ответьте мне на вопрос, кто это мне должен может ответить? Депутата спросить там, кого можно? — Некоторые люди считают, что наименование большевистской эпохи, в частности, в честь террористов, например, Степану Халтурину просит переименовать, вспоминают достижения большевиков, и их это не устраивает. Кто-то все-таки считает, что на Соловках не погиб ни один человек. Официальная статистика говорит, что за 10 лет 7,5 тысяч человек погибло и содержалось там до 72 тысяч человек. Ну, понимаете, разные мнения. Кто-то вот испытывает боль от того, что... — Вы понимаете, неприятное извлечье, конечно, что перебивает, но за неприятные ощущения, и там что-то кто-то понес. Ведь не должен весь народ страдать. Почему мы должны память-то свою, историю-то забывать? Она была, ее никуда не денешь. Хоть в Казанскую, хоть там в этого, в Хана Мамая переименуйте. Историю ее не стереть никак. И люди будут, по-прежнему называют, вот давай на Большевиков меня там повези. Куда его повези? Какая Казанская или Большевиков, молодежь-то даже путается. Поколейте, хоть народ будущее-то поколение. — Хорошо, спасибо большое. — 30-летние ведь путаются ведь. Это уже далеко не СССР. И при чем тут все в кучу? Зачем это все в кучу-то? — Далеко не СССР. Да, спасибо, Таисия Петровна. — Конечно. — Да, есть у нас еще буквально три минуты до завершения эфира. Видишь, какие разные мнения. — Ну вот в этом и вопрос, в этом и проблема. Где золотая середина? Есть те, кто говорят, что коммунизм зло. Есть говорят, что зачем что-то менять. А кто-то говорит, что коммунизм — это хорошо. В общем, сколько людей, столько и мнений. — 211-101, есть еще шанс у вас, слушатели, позвонить и высказаться. Молодые хотелось бы, чтобы позвонили и сказали, что они думают по этому поводу на самом деле. Может, действительно, Параус уже ушел? Закрыли, как сказал Владимир Владимирович, перевернули страничку и все. И не было. — И не было. — Есть телефонный звонок? — Да. У нас на линии историк и ветруководитель музея наук ВИАТГО Евгений Питунин. Евгений Альбертович, здравствуйте. — Добрый день. — Евгений Альбертович, вот скажите, пожалуйста, вообще вопрос переименования улиц или возвращения старых названий, он вопрос современности 2000-х или и раньше этим занимались граждане Кирова? — В принципе, и раньше занимались. Я помню, первую улицу Жданова переименовали в Коминтерне еще в конце 80-х. — А что сподвигнуло их тогда, не помните? — Вот теперь наступающее. — Изменилась политическая ситуация. — Да. И процесс пошел. А сейчас какие вы чувствуете веяния в обществе? Мы с Сашей решили, что процесс приостановился, люди подзабыли эту тему, и никто не думает о том, что возвращаете. — Ну, понимаете, всегда есть и противники, и сторонники мероприятия. Ну, сейчас в обществе замороз, конечно, определенные, но тем не менее. Вот говорили, ну что вы там привыкли к старым названиям, все, вот Казанская улица давно ли переименовали? А все Казанская есть, Большой Ох, никто не вспоминает. Вроде бы название, ну какая там, Преображенская, вот у нас сейчас инженериум на Преображенской, Энгельса была, мы не привыкли к ним. Все уже прошло несколько лет, уже улица Преображенская, в принципе, она укоренилась. Ну, правильно, кто-то и коммуны до сих пор московскую называет. Вот, на мой взгляд, сейчас вот в первую очередь необходимо улицу Урицкого переименовать. Вот, кто такой Урицкий и что он для Вятки, вот, если бы кто задумался. И второе, это Карла Липнехта. Кто такой Липнехт? Урицкого и Успенского, а Карла Липнехта, она была Спенчинская. Мы не знаем, что это было. — Спенчинская, да, да, да. — Спенчинская. Что это такое, Спенчинская? Не подскажете, Евгений Альбертович? — Ну, это на батюшке Балыберде, но он расскажет подробно, что это. — То есть вы все-таки за возвращение исторических названий улиц? — Я, конечно же, за возвращение. — Тотальное или какое-то выборочное? — Старых улиц, в старом городе. И новые улицы тоже где-то создают, например, названия. Сейчас, в принципе, даются какие-то утренние, весенние, там, рассветные. В принципе, хорошее название. — Хорошее, доброе название. — А в центре должны быть старые. Тем более названные улицы в честь людей, которые не имеют ни малейшего отношения к нашему городу, никакого вклада не сделали и переименовали в угоду политики. И это, конечно, должны быть не переименования, а возвращение старых названий. — На последние 10 секунд вопрос. Кто должен быть инициатором? Жители улицы или, например, депутаты городской думы? — Жители... Да нет, не депутаты. Жители города. — Жители города. — Спасибо. — Спасибо. — Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея ВНГУ. — Я хочу сказать, что сейчас вроде как бы все застопорилось. На самом деле, в какой-то степени, может быть, и пошло назад, в том числе с памятником Дзержинского. А вот полгода назад, в конце декабря, коммунисты предложили... Вот мы переименовали там Дрилевского, Большевиков, Степана Халтурина, Энгельса, там, Спасскую, Пятницкую, Преображенскую. И обратно. Давайте. Они хотят снова сделать Спаску улицы Дрилевского. — Мне кажется, коммунистам сейчас есть все шансы для этого. Сейчас прервемся мы на новость тематической программы и рекламу. В начале следующего часа вернемся в студию. Субтитры создавал DimaTorzok